Ассоциация выпускников юридического факультета организовала премию День выпускника. 29 мая стал первым днем, когда чествовали самых выдающихся из выпускников юрфака. Несмотря на то, что в этом году мероприятие носит дебютный характер, оно может стать доброй ежегодной традицией. Среди номинантов премии – деятели государственной и муниципальной власти, бизнеса, общественной жизни, молодые преподаватели, инноваторы. Сама ассоциация была создана в 2013 году решением Попечительского совета юридического факультета КФУ, а в 2024 была реализована премия День выпускника. У студентов и выпускников юридического факультета появилось свое дружное сообщество, где царит поддержка и мотивация на изучение высшей ценности человека – права. Задача преподавателей – эту связь осуществлять. И в этом плане такие встречи, когда разные поколения выпускников встречаются с нынешними выпускниками, встречаются с теми учителями, которые их учили, она очень важный смысл имеет, чтобы корректировать и соотносить все свои учебные планы. Это очень важно и очень престижно. И самое главное – это работает на то, чтобы наше юридическое образование, юридическое образование Казанского университета было всегда на высоте. Церемония награждения началась с торжественных выступлений профессоров и преподавателей КФУ, государственных и общественных деятелей. Уникальность премии в том, что награждали и преподавателей, и выпускников. Специально для ветеранов факультета Ассоциация учредила денежную награду в размере 100 тысяч рублей. Премия присуждается в знак признания заслуг в сфере юриспруденции по двум блокам – выпускник года юридического факультета и преподаватель года юридического факультета. В номинации «Выпускник года юридического факультета государственная и муниципальная власть» лучшим признали заместителя премьер-министра РТ Романа Шехуддинова. А в номинации «Выпускник года юридического факультета общественная деятельность» лучшей стала исполнительный директор Ассоциации выпускников ЮРФАКа Азалия Ахмадулина. Во втором блоке чествовали юристов-педагогов в таких номинациях, как преподаватель года ЮРФАКа, признание, верность профессии, новатор года, молодой преподаватель. Это знаменательное событие, но самое главное, что это знаменательная традиция, которая подчеркивает важность профессии, общность и неразрывность связей выпускников, которые продолжают взаимодействовать по окончании, и связь, конечно, с альмаматор, что очень важно. Мне кажется, такие премии – это дополнительная возможность для юристов юридического сообщества, для выпускников юридического факультета продолжить взаимодействие. Экты Ассоциации объединяют людей абсолютно разных поколений, от молодежи, теперь даже школьников, до наших уважаемых ветеранов, аксакалов, наших любимых преподавателей. И самое главное, самое классное, что люди получают не просто пользу, они получают эмоцию, они получают поддержку, они получают тепло. И, наверное, то самое живое, чего, наверное, не достает иногда в суровой юридической профессии. Юрфак не зря называют большой семьей с глубокими историческими корнями, ведь он является одним из старейших высших юридических учебных заведений в России. Напомним, в этом году Казанский федеральный университет отпразднует юбилей. 220 лет назад, в далеком 1804 году, по указу Александра I, одним из учебных подразделений в составе Казанского университета стало нравственно-политическое отделение. Вероника Туманова, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости.